Великий Руперт Автор сценария Ласло Ветней Композитор Лейт Стивенс Оператор Лайонел Линден Продюсер Джордж Пел Режиссер Ирвинг Питчел Дом, где живет самый великий весельчак Руперт Такой шанс нельзя упускать, Руперт Может, он выведет нас с тобой в свет И твое имя будет красоваться на всех афишах города Ты ведь меня не подведешь, Руперт, правда? Ты сделаешь все так, как я тебе говорил, да? Так, а как насчет генеральной репетиции? Становись Занавес поднялся Ты стоишь на сцене Так, готовься Я пою А ты танцуешь Раз Два Чем известен Руперт? Тем, что он самый веселый Тем, что он здорово прыгает через скакалку И лазает по деревьям Он отличный акробат И выступить в балете также может Сплясать кадриль Заворожить ваши сердца Да, это Руперт Ваш вечный слуга Теперь отрепетируем твой танец Он должен быть идеален Но помни, все зависит от наших усилий Так, готов? Тогда начнем Фил Фил, я так рад тебя видеть Как поживаешь? Не очень хорошо, но теперь все изменится Присаживайся Здравствуйте, мисс Фло, познакомься с Джо Махони Он работал на моего отца Был самой лучшей правой рукой Так ведь? Да уж, ладно Уверен, это так Спасибо Ну, о чем ты мне хотел рассказать? О нем Руперт Поприветствую этих людей Ты говоришь... Это все? Все Белка? Ну да Ты же не шутишь надо мной? Фил, он самый лучший весельчак Такую белку днем с огнем не сыщешь Извини, Джо, но это мне неинтересно На белке денег не заработаешь Пойдем, милая, а то опоздаем Да, но, Фил, ты не видел, что он умеет делать Я уже достаточно на него насмотрелся Джо, послушай Вот злой, кровожадный, смелый, ужасный лев-убийца из далеких джунглей Засушливый Африке Это прибыльное дело А такой мелкий зверек, как белка, которого каждый может увидеть где угодно, когда угодно, это нет К тому же он настолько мал, что его не будет видно на сцене Но, Фил, я пытаюсь сказать, что Руперт настоящий актер Пойдем, милый, мы опаздываем Минуточку Послушай, Джо, я знаю, что у тебя сейчас нелегкие времена Но он не принесет прибыли До свидания, мистер Дингл Я обещаю, что верну вам всю сумму доцента Обязательно, Джо, обязательно Эй, Питер, помоги-ка мне прибраться в этом доме Здесь хорошо и свежо Ты можешь свободно подышать И осмотрись Здесь ты встретишь новых друзей Я хочу, чтобы ты пошел и познакомился с ними Спускайся Пожалуйста, не упрямься Иди Глупо было надеяться, что ты сразу побежишь Давай, я сниму все это Чтобы над тобой не смеялись Теперь ступай вперед Я знаю, что ты этого хочешь Что ты здесь будешь счастлив Ты им обязательно понравишься Ты будешь их развлекать и показывать все трюки Которым я тебя научил Ты будешь душой компании Ступай Иди же Что мне теперь делать? Он не принес бы выгоды Милый, как ты думаешь У нас еще остались деньги на счете в банке в Чикаго Думаю, да У меня где-то было письмо Представителя банка Вот оно Они нам сообщают Что на нашем счету было три цента А теперь осталось два Берите тюки, пойдемте Вы только посмотрите на всех этих счастливых людей Которые несут красивые свертки домой У них будет индейка на Рождество и подарки под елкой Не завидую им, Розалинда Надо же когда-нибудь встретить Рождество по-особому Уверен, что они тоже бывали в такой ситуации, как и мы К тому же не обязательно есть всю эту чушь Можно разок обойтись без праздничной стряпни Привет, Амандола Я сто лет тебя не видел Джо Джо Махони Джо, здравствуй Только не говори мне, что эта маленькая Розе так выросла И не говори, она растет не по дням, а по часам Недавно купил ей новые туфли, а она говорит, что они ей уже малы Ну и как идут ваши дела, Амандола? Наши-то? Замечательно, превосходно Я заработал столько, что смог купить себе новый кошелек А еще знаешь что, Джо? Что? Мы закончили выступать в цирке Время пришло, мы побывали в Европе В Европе? В Лондоне, Париже, Будапеште А в Индии мы дали такое представление, что публика его никогда не забудет Почему? Потому что там были слоны Пожалуйста, прояви уважение к этой шутке, она того стоит Извини, Джо А у тебя, похоже, дела идут не так хорошо Ну, честно говоря, в последнее время Можешь и не говорить, у нас то же самое Дела идут плохо с того времени, как у Рози выпал второй зуб Джо, ты живешь здесь поблизости? Да, жил Мне пришлось выехать из дома полчаса назад А дом уже продали? Думаю, что нет Сколько ты заплатил за аренду? Я за нее не платил, но если у вас есть 32 доллара, вы сможете въехать хоть сейчас А сколько ты там жил, не платя? Полгода То, что нам надо, дом с маленькой платы за аренду Джо, я так рад, что мы с тобой встретились Ты должен будешь нас обязательно навестить Конечно, непременно Подождите меня Бедняжки жмут тофы Нельзя терять ни минуты Джо! Кстати, а где находится дом? 342-й дом на Мэйл-стрит Отсюда недалеко Идем, это в ту сторону Подождите меня С Рождеством вас! С Рождеством вас! Сюда, ко мне, малыш Скорее иди ко мне Сюда, ко мне! Мэров Здравствуйте, заходите. Извините за вторжение, но там надпись, что дом сдается. Думаю, эта табличка вам больше не понадобится. Вы хотите снять этот дом? Да, если позволите, или при этом должен присутствовать адвокат и нотариус. Об этом вам лучше поговорить с моим отцом, он в соседнем доме. С другой стороны, я и сам могу справиться. Входите. Сейчас. Как хорошо оказаться дома. Меня зовут мистер Эммин Долла. Я Питер Дингл. Розалин, да. Нам порекомендовал этот дом Джо Махони. Да. Что ж, по мне так ничего, но отцу это не говорите. Оплата 32 доллара в месяц. Лампы неяркого освещения, это нормально. Постели, которые пружинят до пола, тоже. Маленькие окошки подойдут. Но вот чего мне не нравится, так это когда в кране ржавая вода. Не люблю. Вы позволите? Пожалуйста. Превосходно. Что ж, милая, можешь распаковать чемоданы? Конечно, это не дворец, но кто знает, если мы приберемся здесь и все вычистим, может он и в него превратиться. Уборка здесь необходима. Посмотрите на этот слой пыли. Розе, не трогай пыль. Может, на ней держится весь дом. Что ж, давайте заключим сделку. Видите ли, мистер Эмендолла, мой отец берет плату за жилье вперед. Знаете, вашему отцу с нами повезло, потому что я очень трудолюбивый музыкант. Видите ли... Не надо, не надо, я сам знаю. Моя скромность не позволяет мне сказать, что я отлично играю на рояле. Но, если надо, могу сыграть и острые песенки. Надеюсь, вы будете к нам часто заглядывать. Большое спасибо. Теперь вернемся к разговору об оплате. Я думаю, мне здесь очень понравится. Надеюсь на это. А теперь, если не возражаете, я бы хотела переодеться. Да, конечно. Увидимся позже. Что ж, милая, у нас получилось. Смотри, папа, он забыл свою тубу. Он за ней вернется, а если нет, то ты можешь играть на ней каждый день. Ты представляешь, что нам удалось? Не платить вперед, но остаться с крышей над головой. Да, только в этой крыше большая дыра. И что? Если на Рождество пойдет снег, мы будем единственной семьей со снегом в доме. Привет, Питер. Привет. Кажется, у меня для тебя письмо. Нет, это для твоего отца. Давай я ему передам. Возможно, мы завтра не встретимся, так что с Рождеством. С Рождеством. Ты убрался в доме? Убрался. Я его уже сдал. Отлично. Можешь приносить доход, если хочешь. Кому сдал? Их фамилия Эминдолла. Их? Сколько их там? Трое. Очень милые люди. Отлично, давай деньги. В доме поселились отец, мать и дочь. Отлично, дай мне 32 доллара. Знаешь, они даже не попросили ничего переделать или отремонтировать. А на это ушло бы много денег, папа. Питер, только не говори, что они не заплатили за жилье. Заплатят. Они хорошие люди. Отец, мать и дочь. Это ты уже говорил. Послушай, сынок, мне нужны эти 32 доллара, так что иди и принеси их. Либо я пойду сам, и если мне не удастся их получить, я выгоню эту семейку. Но, папа, я дал им слово, что мы можем подождать с оплатой пару дней. Ты же не хочешь, чтобы люди усомнились во мне? Опять старая песня. Честь, пожертвования, снисхождение. Всё, кроме денег. Скажи, сынок, что деньги тебе такого сделали, что ты их так ненавидишь? Я открою. Привет. Привет. Ты забыл дать нам ключ. Ключ? Да, ключ. Сейчас. Спасибо. Подожди. Вы ведь здесь останетесь, правда? Всё зависит от отца. Кто там, Пит? Подожди, пожалуйста, я сейчас выйду. Кто это был? Почтальон. Это тебе. Из Национального банка охраны. Интересно, что им надо? Ну и что там? Простое объявление. Кэти! Кэти, иди сюда! Что такое, дорогой? Помнишь моё вложение десятилетней давности? Помню. Здесь чек на полторы тысячи долларов. И ещё здесь говорится, что такую сумму мы будем получать каждую неделю. Замечательно. Господь услышал наши молитвы. Эти деньги с неба. Надо сходить в церковь и помолиться. Конечно, обязательно. Но сначала надо сходить в банк и обналичить чек. Я понимаю, что дом не совсем тот, в котором бы вам хотелось жить. И там много чего надо починить. Ты хочешь в нём кое-что исправить? Я... Поговорю об этом с отцом. Кстати, плита тоже очень старая. Что ж, я посмотрю, что можно сделать. Может, куплю новую... Новую плиту? Тихо. Там кто-то спит? Мой отец. То есть, мой отец не любитель тратить деньги. Он серьёзно подходит к вопросу их вложения. Может, мы с вами прогуляемся? В этих туфлях навряд ли. Они мне жутко жмут. Мы купим тебе новые. Но до магазина надо идти, а других у меня нет. Какой размер ты носишь? Мечтаю о четвёртом. А что? Оставайся здесь. Я пойду сниму деньги со счёта, а ты смотри, никому об этом не болтай. Особенно нашему транжире и добряку сыну. Мама, какой размер туфель ты носишь? Шестое, а что? Ничего. Не думай купить мне туфли на Рождество. У меня есть две новых пары. Как мило с его стороны. У него нет ни цента в кармане, а он думает о подарке своей матери. Я хочу, чтобы ты купил для него шикарный галстук и положил его под ёлку. Он любит галстуки. А я как раз видела очень красивые, всего за пять долларов. Пять долларов? Да на них можно не только галстук купить. У нас был номер «Человеческое дерево», когда папа держал маму на плечах, а мама меня. А я была в костюме ангела. Потрясающе. При этом папа жонглировал. Мама пела, а я играла на арфе. Было здорово. Но потом я начала расти, мама прибавляла в весе. И в один день папа нас не выдержал. То есть они тебя уронили? И не один раз, четыре. На четвёртый раз мама сломала ногу. Но папа держался молодцом. Он один умудрялся спасать номер. Он отличный жонглёр. А вот мой отец. И он выходит из банка. Интересно, что он там делал? Я никогда не была в банке. Только подумайте. Столько денег в одном месте. Итак, было четыре доллара. Сейчас семь. Кто даст больше? Ещё сорок центов. Ещё доллар. Ещё доллар. Я бы хотела, чтобы у меня было своё такое дерево, чтобы оно росло и было неразделимым. Но что мы всё обо мне? Расскажи что-нибудь о себе. Нечего рассказывать. Я пишу музыку. Тебе за это платят? Нет. Значит, ты не работаешь? У меня нет работы. А ты не пробовал найти? Никогда об этом не думал. Но как же жить без денег? А мне не нужны деньги. Ну, а если ты гуляешь с девушкой, и она вдруг попросит купить ей что-нибудь, что тогда? Буду чувствовать себя неудобно. Требуется помощник. Мне жаль, что я это сказал, Пит. Пойдём домой. Осталось две ёлки. Сколько дадите? Сорок центов. Полтора доллара. Полтора, кто предложит два. Полтора раз, полтора два. Продано джентльмену за полтора доллара. Осталась последняя ёлка. Это ваш последний шанс. Сколько за неё дадите? Сорок центов. Семьдесят пять. Семьдесят пять. Кто-нибудь предложит доллар? Нет? Семьдесят пять центов раз. Семьдесят пять центов два. Доллар. Доллар раз. Доллар два. Продано. Скажите, мистер, можно мне заплатить вам сорок центов сейчас, а остальные потом? Конечно, только сначала поднимись на восемнадцатый этаж. Там дают кредит. Я продаю за наличные, дружище. Тебе нужна ёлка или нет? Подожди! Давай деньги и забирай. Спасибо. Я заплачу тебе сразу, как только смогу. Я даю тебе неделю. Если не заплатишь к сроку, узнаю, где ты живёшь, и заберу ёлку назад. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Почему ты не оставил деньги в банке? Кэти, ты же это несерьёзно. С нас хватит того, что произошло с нашими деньгами в 1929 году. Нет уж, больше я им не дам свои деньги на хранение. Я спрячу их где-нибудь в этом доме. Кэти, тебе как раз пора сходить в церковь помолиться. Фрэнк, ты меня прогоняешь, потому что не хочешь, чтобы я знала, куда ты прячешь деньги. Я прячу не от тебя, а от Пита и твоего доброго сердца. Я боюсь, что... Какой смысл в деньгах, если их не тратить? Они для этого предназначены. Для покупки вещей, для приятной жизни. Вовсе нет денег и для стабильности, для будущего, для хорошего сна. Как скажешь, я ухожу. Я не хочу находиться с таким скрягой, и не хочу, чтобы не было ни, чтобы не было ни. Как ты. Сколько же это ещё будет продолжаться? Сколько ещё мы будем переезжать из дома в дом? Я хочу место, которое я могла бы назвать своим домом. Господи, мы так усердно для этого работали. Очень усердно. Но наша человеческая пирамида уже устарела. Надежда осталась только на тебя. Пожалуйста. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас Рождество. А у нас даже ёлки нет. Нет денег, чтобы купить подарки. Нет денег, чтобы купить туфли для Розалинды. А ей очень нужны туфли, Господи. Старые очень сильно жмут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи, Розалинда, ты всё ещё играешь на арфе? Да, а что? Думаю, я что-нибудь сочиню для арфы и тубы. А назову композицию «Мелодия двух одиноких инструментов». Очень мило. Но разве туба будет звучать с арфой? Ещё не знаю, но надеюсь на это. Милый, дорогой, подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не понимаю. Ёлка, подарки. А ещё папа-индейка, мясо, пудинг, конфеты, орехи и, главное, новые туфли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько лет назад это было, я знал, что ему не следовало доверять, особенно такому хитрецу, как он. Папа, дай маме всё объяснить. Нет, не он дал нам деньги. Деньги нам дал. Тебе лучше присесть. Слушай внимательно, папа. Розалинда, принеси отцу стакан воды. Папа, ты ведь любишь меня, да? Конечно, люблю. И ты бы мне поверил, даже если никто на белом свете мне бы не поверил. Ведь так, милый. Конечно, дорогая. Что ж, я сидела на этом стуле и молилась. А потом... В общем, полетели деньги тысячи пятьсот долларов. Полетели прямо с небес в наше пробитое стекло в крыше. Тысяча пятьсот долларов? С небес? Ты мне не веришь, милый? Это же... Говоришь, ты. Я не верю в это. С Рождеством, милый. С Рождеством, папа. Видишь, Рози, я же говорил, что святой Ник не забудет о нас. Нам лишь надо было найти дом. Фрэнк, эти духи милые и дорогие. Такой большой флакон. Они стоили, наверное, не меньше десяти долларов. Ну, не так дорого. Прекрасный галстук, папа. Еще раз спасибо. Ты видела на нем рисунок, мама? Такой смешной. Кто это? С Рождеством, молодой человек, можно нам войти? Конечно. С Рождеством. С Рождеством. С Рождеством. С Рождеством. И вас с Рождеством. Посмотрите-ка, мистер Эминдолла, у нас с вами одинаковые галстуки. Было бы совсем смешно, если бы наши дамы были одеты в одинаковые платья. Мама, папа, это мистер и миссис Эминдолла, а это их дочь Розалинда. Здравствуйте. Раз уж мы соседи, и вы помогли нам с жильем, мы подумали, что надо зайти и отплатить вам визитом. Чем отплатить? Визитом, Фрэнк, визитом. Ну что же, проходите, располагайтесь. Присаживайтесь, миссис Эминдолла. Спасибо. Хорошо, что захватила арфу Розалинда. Ты же красив. Да. Хорошая елка, мистер Дингл. Где вы ее купили? У Маллигана? Может, мы зайдем к нему на недельке вдвоем и заплатим за елки? Заплатим? Кстати, об оплате, мистер Эминдолла. Чем вы зарабатываете на жизнь? А что фамилия Эминдолла у вас ни с чем не ассоциируется? Вы наверняка видели наше выступление. В Европе в летний период, в других странах в зимний период, или в Африке в малярийный период. Да, мистер Дингл, скоро вы будете всем рассказывать, что жили по соседству с Эминдоллами. Если вы не заплатите за жилье, я буду об этом рассказывать уже завтра. Я рад, что вы об этом заговорили, мистер Дингл. Если вы достанете свой кошелек, то сможете положить в него плату за жилье за три месяца. А сдачу оставьте себе. Плата за три месяца вперед. Мистер Эминдолла, мы так рады, что вы у нас поселились. Кэти, принеси мистеру Эминдоллу стул, кофе, конфеты и рождественские сладости. И за одно рождественское настроение. Я так люблю Рождество. Я помню прекрасно одно рождество из детства. Помню, как проснулся в рождественское утро и пошел проверять подарки. Как вдруг заметил, что в каминной трубе торчит папин ботинок. Нежнее. Нежнее. Минутку, мистер Дингл. Если вы так будете играть, у всех пропадет рождественское настроение. Нежнее. 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 Как вам это нравится? Этот тип сам себя забавляет, как может. Минутку, давайте хором. Минутку! Минутку, ману! Минутку, ману! Было бы прекрасно праздновать его дважды, чтобы смеха и подарков было больше в два раза. ПЕСНЯ Мистер Дингл, я надеюсь, сегодняшняя встреча перерастет в хорошую крепкую дружбу, даже крепче той, что была у Дэймона и Путилиуса. Жаль, что Рождество приходит только раз в году. Знаете, Розалинда принесла свою арфу, но кидать в нее тухлыми яйцами не обязательно. Сыграй, Розалинда. Присаживайся, Розалинда. Спасибо. Я все-таки сочинил мелодию для одиноких инструментов. Хочешь, сыграем? Конечно, только установлю арфу. Отлично. Вот ноты. Спасибо. Готово? Готово. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Девушки отдыхают. Мне кажется, у меня неплохой голос. У многих хорошие голоса, мистер Дингл, но немногие могут понравиться публике. Нет. А знаете почему? Потому что немногие из них еще и акробаты. Акробаты, я всегда хотел научиться делать пару трюков. Удивить всех, когда нахожусь в большой компании. А вы бы не могли меня обучить паре трюкам? С радостью, приятель. У вас есть что-нибудь, чтобы мы могли использовать в качестве лестницы? А что-нибудь высокое? Да. Сейчас посмотрю, было что-то вроде. Как насчет кухонного стола? Подойдет. Идите, несите. Превосходно. Теперь принесите стакан воды. Спасибо. Этот трюк очень простой. Я обучил ему Розалинду, когда ей было только три года. Залезайте на стул. Я буду стоять здесь. Когда я поставлю на лоб стакан с водой, вы прыгнете на эту штуку. Стакан останется стоять неподвижно. Я зажгу сигарету, прыгну через тебя и сяду на стул. Не пролив при этом ни одной капли. Готовы? Готов. Прыгайте. Ненадежная штука. Замечательная мелодия. И он сам ее написал. Он прекрасно играет на тубе. Красивая мелодия. Красивая, как ты. У тебя красивые волосы, платье и глаза. Спасибо, Пит. Могу я взять ноты? Конечно, я написал. Это для тебя. Смотрите, кто-то на шикарной машине приехал нас навестить. Розалинда, спустись вниз, посмотри, кто это. Может, это работодатель из Портланда. Да? Здравствуйте. А Джо Махо не дома? Он переехал. Переехал? А вы не знаете, куда? Боюсь, что нет. Жаль. Что же мне делать с его рождественскими подарками? Держите. Это вам. Но я... Там простые фрукты и овощи. Вы здесь живете? Да. Одна? С родителями. Это здорово. Могу вам чем-нибудь помочь? Меня зовут Фил Дэвис. Я друг Джон. Тот самый агент Фил Дэвис? Да, это я. Очень рад знакомству. Я Эммендола. Вы ведь слышали о дереве Эммендола? Ну, человеческая пирамида. Входите, входите. Не обращайте внимания на беспорядок, мистер Дэвис. Мы вчера только сюда въехали. Но мне этот дом нравится по нескольким причинам. Мистер Дэвис, взгляните на этот постер. Вы смотрите на самую выдающуюся человеческую пирамиду. Единственная причина, по которой мы перестали ее показывать, это потому что моя дочь выросла. Да, понимаю, о чем вы. Кстати, мистер Дэвис, я тут подумал, я по-прежнему могу работать. Я отлично жонглирую 25 предметами одной рукой, а другой поднимаю упавшие разбитые. Это была небольшая шутка. А в остальном я вас не обманул. А в остальном я вас не обманул. Это здорово! Просто великолепно! Как вы так делаете? Как вы это делаете? Что? Это семейный секрет. Тогда сделайте еще раз. Да, покажи трюки еще раз. Розалинда, ты же знаешь, что Эминдола не повторяет трюки дважды. Это очень разумно. Посмотрю, что могу сделать мистера Эминдола. Отлично! Здорово! А что насчет вас? Насчет меня? Да. Извините, что прерываю, но кофе уже готов. Девушка с такой красотой фигурой должна быть в свете, и я об этом позабочусь. А если бы она была старухой с усами и морщинами, я говорю о другом. Пожалуйста, мистер Дэвис, продолжайте. Такая девушка, как вы, должна жить в шикарном доме, а не в этой халупе. Этот дом нравится моему отцу и матери. Но не для такой красивой девушки, как ты, и мистер Дэвис хочет... Пожалуйста, перестань. Кофе готов и уже остыл, как и пирог. Прости, но мистер Дэвис очень важный бродвейский агент. Бродвейский жулик. Простите, что вы сказали? Я знаю таких, как вы. Вы обещаете красивым девушкам дорогую одежду, бриллианты, меха. Всё, чтобы произвести на девушку впечатление. Этого он не говорил, это сказал ты. Но он это скажет. Почему он меня так обозвал? Он даже со мной не знаком. Просто он ревнует. Это причина. Сейчас Рождество, я один. Не хотите со мной поужинать в китайском ресторане? Извините, но я... С удовольствием. Папа, можно я поужинаю с мистером Дэвисом? Лучше спроси об этом маму. Большое спасибо. Пять подкинул, четыре поймал. Куда смотрит закон гравитации? Уже полночь, а её всё ещё нет дома. Дорогая, перестань волноваться. Она уже взрослая, к тому же она не одна, а сопровождающим. Дорогая, в этом доме случилось ещё одно чудо. Я жонглировал орехами, но один так и не упал в руку. Он просто исчез. Правда? Это странный дом. В нём орехи исчезают, а деньги появляются. Хотя это лучшее, чем орехи бы падали на голову, а деньги исчезали. Даже не знаю, что и думать. Кэти! Кэти! Что такое, Фрэнк? Я тут думал о семье Эминдола. Почему люди, которые могут оплатить три месяца жилья, решили поселиться в такой хижине? Фрэнк, вчерашнюю ночь ты не спал из-за того, что они тебе не заплатили. А сегодня ты не спишь, потому что заплатили. Перестань волноваться и спи давай. Перестань волноваться и спи. Зачем тебе этот город? Поедем в Нью-Йорк. Там у тебя будет больше шансов. Давай не будем об этом, Фил, пожалуйста. Ты свела меня с ума, Рози. Я на всё готов ради тебя. Правда? Ты знаешь какую-нибудь звукозаписывающую компанию? Конечно. Десятки. А что? Я сочинила мелодию. Она очень красивая. Если бы ты мог устроить... Я не знал, что ты композитор. Мелодия двух одиноких инструментов написана Питером Динглом. Кто это такой? Я подписалась мужским именем, потому что знаю, что никто бы на неё и не взглянул, если бы знал, что она написана девушкой. Обещаю поговорить с нужными людьми. Спасибо, Фил. Что ж, спокойной ночи. Минуточку. Увидимся завтра. КОНЕЦ Простите, что разбудил, мистер Хаггарти. Что такое, Пит? Кто-то заболел? Да. Я. Мне нужна эта работа. Хочешь приступить прямо сейчас, или всё же подождёшь до завтра? Просто я волновался, что ещё кто-нибудь придёт раньше меня. Видите ли, мистер Хаггарти мне нужны деньги. Мистер Хаггарти Пит! Что? Я хотел с тобой поговорить, чтобы сделать тебе предложение. Я хочу сделать сегодня ставку на калифорнийскую невесту. Одолжи мне денег, и получишь половину выигрыша. Она всегда выигрывает в таких скачках. Да, но пока она будет идти, другие лошади будут бежать. Если ещё хочешь капучино, положи мелочь на блюдце, Маллиган. Да, сэр? Какие сигары у вас самые лучшие? Самые лучшие – штучный четверточок. Четвертак за штуку? А сколько стоит пачка? Это была шутка. Я её не понял. Пит! Привет! Привет! Что будешь? Я не знала, что ты здесь работаешь. Пит! Странно, но об этом писали во всех газетах. Ты же помнишь, что не сказал мне, где живёт почтальон? Да. Я также помню, что не мог купить девушке напиток в кафе, но теперь я могу не только купить, но и обслужить. Так что ты будешь? Пит! Ты же согласился на эту работу из-за меня. Я согласился на эту работу из-за девушки, которая на тебя не похожа. Идём? А, это вы. Идём, дорогая. Я бы выпила молочный коктейль. Пожалуйста, не в этой помойке. Пока. Увидимся. Ты ошибаешься насчёт лошади. Она принесёт нам много денег. Именно этого я и боюсь. Ну и как вам это? И стоит всего 49,50. Но, милый, зачем нам этот ковёр из медведя? Это непростой ковёр. Смотрите. Надо повернуть в нём кнопочку и... Музыка здесь вставлена радио. Оно берёт все коротковолновые станции. Но нам не нужен ковёр. Ещё как нужен. Он добавляет колорита в дом. Дорогая, что за дом без ковра из медведя? Да, но нам пора перестать транжирить деньги. 500 долларов, что остались, должно хватить нам надолго. Я рад, что ты об этом заговорила. Вы же рады, что мы всё это купили. Но знаете что? Я вспомнил о старом рояле наших хозяев. Он ужасно расстроен и испорчен. Милый, я надеюсь, ты не... Я не мог поступить иначе. Они помогли нам с жильём. Наши последние пять сотен долларов. Милый, всю нашу жизнь ты всегда так поступал. Когда останется немного денег, ты всегда таешь, как сахар. И находишь того, на кого их потратить. Я не мог не купить рояль. Он ему очень нужен. Но, дорогая, нам не о чем беспокоиться. У тебя же осталось сотня долларов, которые я дал тебе. Нет, я отправила их по почте в Чикаго на оплату наших долгов. Значит, мы опять там же, где и были неделю назад. Именно. Тебе надо сделать ещё раз то, что ты делала неделю назад. Помолись. Я молюсь каждый день. Но если вы хотите, чтобы я молилась, просила о деньгах... А почему бы и нет, мама? Попытайся. Но у меня не хватит наглости опять об этом просить. К тому же, это эгоистично. Но папа только что сказал, что он помог этими деньгами кому-то. А это не эгоистично. Потом тебе надо только попросить, а он уж там сам решит, давать или нет. Я не помню молитву. Ты должна вспомнить, мама, то, что тогда говорила. Ну, не знаю. Единственное, о чём я просила, это о туфлях для Розалинды. Но теперь они ей не нужны. У неё есть целых четыре пары. Но, дорогая, когда ты говоришь, что ей нужны туфли, на самом деле они-то ей не нужны. Это то же самое, когда мужчина кидает кости в казино, говоря, что ребёнку нужны ботинки. На самом деле, не нужны. Это просто такое выражение. Ну, хорошо. Принесите старый стул. Я принесу. Я сидела на нём, когда это произошло. Попроси, дорогая. Попроси. Пожалуйста, помоги нам. Розалинде нужны туфли. Очень нужны. Бесполезно, мама. Ответа на молитву не последует. Может быть, на неё ответили и ответ нет? Что ж, мы попробовали. Думаю, надо отнести этот ковёр назад в магазин. Пожалуйста, прости меня за ложь. Розалинде вовсе не нужны туфли. Вернитесь, вернитесь. Ответ последовал. Получилось. Деньги полетели, как и на прошлой неделе, в то же время. Тысяча пятьсот долларов. Ну, надо же. Всё, что тебе надо будет делать каждый четверг, так это сесть на этот стул в 3.30, сказать, что Розалинде нужны туфли и получить полторы тысячи долларов. Невероятно, насколько легка может быть жизнь. Опять летят. Частная собственность. Пекарня Петрушки Эминдола. Привет, Петрушка. Ваш хлеб и булки, мистер Эминдола. Спасибо. Да, и чек. Ваша доля выручки за этот месяц. Здорово, когда простая вода и мука превращаются в клубничный пирог. Спасибо, партнёр. Спасибо. Спасибо вам, мистер Эминдола. Кто это был, милый? Петрушка. Наш булочник. Дорогая. Посмотри-ка. Наша доля выручки за месяц. Сколько мы решили отправить денег на покупку обуви для детей-сирот? 600 долларов. А что? Благодаря этому мы можем послать им тысячу. Это прекрасно. Весь город говорит о том, что мистер Эминдола тратит на благотворительность тысячу долларов. При этом он живёт в конюшне, спит на соломе и не работает. Интересно, откуда он берёт деньги? Он отдал на благодарительность европейским сиротам две тысячи с половиной долларов. Интересно, кем он работает? Никто не знает. Покупайте свежие газеты. Мистер Эминдола тратит тысячи долларов на благотворительность. Покупайте свежие газеты. Когда они сюда приехали, у них не было ни цента в кармане. А уже через два месяца он начал отправлять деньги на благотворительность. Как у него так получилось? Я хочу нежно-кремовый, очень вкусный банановый десерт. Сейчас. Знаете, что я думаю? Я думаю, что он печатает деньги, прямо не выходя из вашей конурушки, мистер Дингл. Я терпеть не могу сплетни, но я слышал от друга, чья жена ему сказала, и она клялась, что это правда, что мистер Эмендола – настоящий гангстер в бегах. И если бы я был на вашем месте, мистер Дингл, я бы уже давно сообщил о них в полицию. А лучше ФБР. Я такое по телевизору видела. Кто-то должен написать анонимные письма. Конечно, напишите анонимные письма, вызовите полицию, засадите их в тюрьму и попросите, чтобы он был наказан за свое доброе сердце. Спокойнее, Пит. Сколько раз я тебе говорил, не спорить с клиентами. Извините. Это все не то. Знаете, что слышал я? К дочери Эмендола каждый день приезжает какой-то мужчина на дорогой машине. Мы вас не слышим. Говорите громче. Говорю, что мужчина на дорогой машине часто приезжает к дочери Эмендола. Это правда, он бродвейский агент. И что с этого? Вам побольше клубники? Да, да. Говорят, что он снабжает Эмендола деньгами из-за его красивой дочери. А крема? Обязательно. Знаете, что я скажу? Такие люди, актеры, как Эмендола, могут видеть нитки не из одного человека, а из всего города. Пит! Какой кошмар. Извините, я забыл лишнюю. Что закажете? Бурбон со льдом. Привет, Пит! Привет. Я обедал в кафе, и мне рассказали, как ты умыл одного постоянного покупателя в креме мороженом. Это правда? Нет, это был банановый десерт. Пит, плохо выглядишь, Пит. Кто тебя обидел? Никто. Просто я подсчитал свои деньги и обнаружил, что мне не хватает 16 центов до моего первого миллиона. Вот почему я такой грустный. Послушай, Пит, если тебя интересует прибыль, у меня есть пара выгодных предложений. Слушай, мой друг... Послушай, Эдди, почему бы тебе не стать балериной и не утанцевать отсюда? Возьми пару баксов и подними себе настроение. Один мой друг из Калифорнии занимается отличным бизнесом. У него есть 9 тысяч, не хватает еще двух. Опять ввязался в авантюру. Тебя жизнь когда-нибудь научит, Маллиган? Но, Пит, если вложишь две штуки, получишь 20% прибыли и станешь миллионером за один день. Ты в своем уме? Откуда я возьму 2 тысячи долларов? Попроси у своего старика. У него нет таких денег. У него маленькая пенсия, он полностью полагается на меня. Это ты так думаешь, малыш? Мой зять, который работает полицейским в банке, сказал, что твой отец каждую неделю на протяжении долгого времени получает большие деньги по чекам. Минутку. Я правда видел его однажды в банке, и каждую неделю ему приходит письмо. Вот видишь, тебе надо у него только попросить. Ни один отец не откажет сыну. Скажи, Маллиган, это правда того стоит? Я вот что скажу. Я познакомлю тебя с моим другом. Он покажет тебе бумаги. К тому же риск совсем невелик. Увидимся завтра. Ты шума сошел? Кто это тебе сказал? Откуда у меня две тысячи долларов? Папа, ты же знаешь, что они у тебя есть. Ты обналичиваешь чеки в банке каждую неделю. Это ложь, не хочу больше об этом говорить. Но я тебе их верну, даже с процентами. Но у меня нет денег, я же тебе говорю. Ты должен мне их дать, просто обязан. Оставь меня в покое, пока я не разбил стул, а твою дурацкую голову. Уходи. Пока, Фил. Я провожу тебя до двери. Это не обязательно. Ты точно дойдешь сама? Конечно. Тогда пока. Привет, Пит. Привет, Розалинда. Прекрасная ночь, правда? Да. Ты не против, если я с тобой посижу? Конечно нет, садись. Я... Я хочу с тобой поговорить. О чем? Я не имею права так говорить, но... Ничего страшного, говори. Может, именно это я и хочу услышать. Люди говорят, что твой отец получает деньги от Дэвиса. Правда? Да. И что он за тобой ухаживает. Но ты ведь в это не веришь, Пит. Я согласна, что у многих может возникнуть такое неверное впечатление, но между нами ничего нет. А откуда берутся деньги, я просто не знаю. Этому нет объяснения. И не надо. Я не хочу говорить ни о деньгах, ни о Дэвисе, ни еще о чем-либо. Тогда почему мы здесь сидим, когда тебе надо сказать всего лишь... Ну и что, Розалинда? Да, я влюблен в тебя, но этого недостаточно. Нужно две тысячи долларов и удача. Тогда, может, и можно будет на что-то надеяться. Свадебная церемония стоит всего два доллара. Да, но как жить дальше? Справимся. Как? Положим в тубу монетку, а вытащим доллар? Так? Мои родители поженились, не имея ни гроша за душой. И тем не менее, папа говорит, что тогда были самые хорошие времена. Это верно. Это здорово, но я даже жонглировать не умею. Что ж, придется заняться этим завтра. А зачем тебе две тысячи долларов? Это вклад в нефтяной бизнес. Он может принести прибыль, а может и все отнять. Но если получится... Зачем мечтать о том, что не сбудется? Пит, может, папа сможет нам одолжить денег? Может быть. Но это две тысячи долларов. Попросить стоит. Извини, Розалинда, но я не хочу занимать деньги, которые взялись ниоткуда. Ниоткуда. Конечно, нет. КОНЕЦ Здравствуй, Пит. Мистер Эммендола. Извини, но я слышал ваш разговор с Розалиндой. Пойми, я не специально подслушивал, просто встал попить воды и услышал ваши голоса. Почему-то ночью очень хочется пить. Очень. Надеюсь, мы вас не потревожили? То, что меня тревожит, так это сплетни насчет Розалинды и мистера Дэвиса. Но могу сказать, что между ними точно ничего нет. Если бы ты смог поверить своему сердцу, а не глазам, ты бы увидел искреннее желание помочь людям. Здесь дело не в Розалинде, а во мне. Конечно, в тебе. Я слышал, что ты сказал насчет денег. Но если хочешь мой совет, иди рискуй. Надо верить в себя и в свою удачу. И потом... У меня есть две тысячи долларов, и я бы с радостью тебе их... Я не могу взять у вас деньги, мистер Эммендола. Возможно, нефть и пойдет, но сейчас это просто огромная дырка в земле Калифорнии. И что? Дядя Сэм тоже вложил деньги в землю, а потом несметно разбогател. Я бы с удовольствием рискнул, но давай поговорим об этом завтра утром. Дорогая, где Розалинда? Ушла на прогулку с отецким юношей. Знаешь, милый, думаю, у них это серьезно. Серьезно? Серьезно будет тогда, когда они поженятся и родят двоих детей. Милый. Дорогая, помнишь эту мелодию? Конечно, помню. Молодой человек, который за мной ухаживал 22 года назад, играл мне ее. Кто же это был? Богатый фермер из Монтаны или тот барабанщик из Бостона? Дорогая, это же был я! Ну, конечно, это был ты. И с тех пор я каждый раз напеваю эту мелодию перед сном. Ну-ка, спой. Как хорошо быть вместе с любимой. Как хорошо сидеть в парке на скамье. Как хорошо, что мы с тобой вместе на свете белом дружно так живем. Помню, помню. И я. Субтитры создавал DimaTorzok Я слушаю вас, джентльмены. Мы не вместе. Я лейтенант Сондерс из полиции. Я ищу человека по имени Луи Эмендола. Это я. А я инспектор Тинни из бюро проверки доходов. Можно войти? Конечно. Конечно. Что ты натворил, дорогой? Не знаю. Наверное, слухи переросли во что-то ужасное. Джентльмены, это моя жена. Что ж, похоже, только ФВР и не хватает. Извините. Кэллиган, ФВР, вы мистер Эмендола? Да, сэр, входите. Спасибо. Кэй, мой длинный язык. Мистер Эмендола, я должен задать вам несколько вопросов. Вы не против, если я задам первый? Мистер Эмендола, наше бюро хотело бы получить от вас ответ о вашем денежном доходе. В каком доходе? У нас есть сведения? Пожалуйста, позвольте мне. У нас есть сведения о том, что вы тратите много денег на благотворительность. При этом в документах не указан источник вашего дохода. Поэтому нам очень интересно, мистер Эмендола, откуда вы берете деньги. Мы много сэкономили, когда показывали нашу пирамиду. Потом я с умом вложил эти деньги. Я ведь с отличием окончил финансовую школу Кленфиса. Кленфиса? Никогда о такой не слышал. Может, вы еще о Джо Компасе не слышали? А кто это такой? Он президент Кленфиса. Мистер Эмендола, нас не интересует ваше образование. Но нам интересно, откуда вы берете деньги. Хорошо, джентльмены. Я скажу вам правду. Я незаконно рожденный ребенок одного очень богатого человека. Когда мне было всего два дня, моя няня не уследила за мной, меня прямо из лютки украли цыгане. И через несколько лет король цыган пришел и сказал мне, кто мой настоящий отец. Вижу, вы мне не верите. Хорошо. Скажу вам правду. Однажды я возился в земле, копал. Как вдруг наткнулся на что-то твердое. Вы нашли сокровище. Именно. Хватит. Послушай, Эмендола, ты перебрал уже все истории от своего дня рождения до клада в земле. Хотелось бы услышать все-таки настоящую правду. Пожалуйста, не сердитесь. Почему мы не можем сказать им правду, милый? Это же так просто. Отлично, леди, скажите нам правду. Откуда у вас деньги? От Господа. Ну, это все объясняет. Но это правда. Они летят с неба тысячи пятьсот долларов каждую неделю. Это правда. История про пиратов мне бы понравилась больше. Вставай, Эмендола. Будешь рассказывать свои прибаутки в полицейском участке. Но я могу доказать наши слова. Как вы это можете доказать, миссис Эмендола? Это просто. Я ставлю этот стул посередине комнаты, сажусь и начинаю молиться, говоря, что Розалиде нужны пупцы. И деньги начинают падать сверху. Продемонстрируйте это нам, миссис Эмендола. Поставьте стул и помолитесь. Подождите, она не может сделать это сегодня. Чудо происходит каждый четверг между тремя и тремя тридцатью. Хорошо, мы будем здесь четверг в три. Четверг в три. А все, мой длинный язык. Смотри. Мебель Бифилда Эмендола Химчистка Мёрфи и Эмендола Я слышала, что дела у него идут прекрасно. Ну и что? Очень хорошо. Пойдем. Ну, смотри. Магазин цветов Малинари и Эмендола. Как дела, мистер Малинари? Превосходно, миссис Дингл. Лучше, чем когда бы то ни было. Пойдем, Кэти. Умный человек этот Эмендола. Завоевать весь город. Ты бы мог добиться того же, если бы не прятал свои деньги, а вложил их в бизнес. Посмотри гараж Маркса и Эмендола. Смотри, посмотри. Не хочу смотреть. Не хватит уже останавливаться через каждый шаг. Меня это бесит. Я знаю, что я сделаю. Я снова подниму плату за аренду дома. Да. Пойдем. Правильно. Из-за того, что налог на частную собственность вырос, я должен поднять оплату за аренду. Опять? С того момента, как вы въехали, вы уже подняли плату восемь раз, мистер Дингл. Вы хотите пустить меня по миру? Вы можете съехать, если не хотите платить. Не стоит так резко, мистер Дингл. Возможно, вы и правы. Может быть, налог и правда вырос. Я просто об этом не знал. Я еще не выходил сегодня на улицу. И на сколько вы поднимаете плату? На 30 долларов. На 30? Но это больше сотни в месяц. Это грабеж. Если для вас это много, можете собирать вещи немедленно. Он не то сказал, мистер Дингл. Правда, милый? Конечно. Я извиняюсь, мистер Дингл. Где я еще найду дом за сотню долларов, чтобы прямо из крыши светило солнце и шел снег? Не стоит этого говорить. Я не попадусь на вашу удочку, как попались многие банкротные магазинщики. Я помог им только потому, что больше никто на это не отважился. К тому же, надо с умом вкладывать деньги. Например, в дело вашего сына. Я нисколько не жалею, что вложил в его дело 2000 долларов. Он провел вас. Меня его мольбы не тронули. Я не дал ему ни цента. А если бы дали, возможно, это поменяло бы ваш характер. Ну, хватит еще одно оскорбление в мой адрес, и я разовью вам нос. Что вы говорите? Милый мистер Дингл, вы же должны оставаться друзьями хотя бы ради наших детей. Они же любят друг друга, милый. Вдруг они решат пожениться. Я не позволю своему сыну жениться на дочке с такой сомнительной репутацией, как у вашей. Убирайтесь! Отсюда! Милый, милый стул! Он сломался! Быстро принеси гвоздик, ли я его починю. Торопись, тебе скоро молиться. Мы сожалеем, но должны предупредить вас. Кэти! 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 Что, Фрэнк? Уголь в нашей шахте закончился. Мы больше не будем получать деньги! Ну, перестань! Давайте к делу, мистер Мендола. Уже почти 3.30. Хорошо. Садись, дорогая. Молись! Розалинде нужны новые туфли. Джентлина, прошу немного терпения. Полторы тысячи долларов – большая сумма денег. Иногда приходится просить дважды. Попробуй, попросить еще раз, дорогая. Розалинде нужны новые туфли. Еще раз! Еще один раз! Розалинде нужны новые туфли. Похоже, ты права, дорогая. Чуда больше не будет. Из-за того, что мы сломали стул, больше нам не видать полутора тысяч долларов. Дело не в стуле, а в том, что нам нет оправдания. Ты права, дорогая, но ничего страшного. В этом мире много бедняков, которые так же молятся, как и мы. Пусть немного чуда достанется им. мы съедем отсюда завтра утром. Я не потерплю, чтобы мои сигареты пропадали. Не думаю, что вам придется ждать до завтрашнего дня. Вы съедете прямо сейчас в полицейский участок. Не так быстро, лейтенант. Это дело нашего бюро. Он пойдет со мной. Вы оба подождите. Я не знаю, что у вас там за дела, но он пойдет со мной и будет допрошен. Вы можете допросить его в участке. Я не хочу допрашивать его в вашем участке. Я хочу допросить его в своем офисе. Мне наплевать, где вы будете его допрашивать после того, как он выйдет из нашего бюро. Только через мой труп. Не буду возражать против вашего трупа. Я забираю его с собой. Джентльмены, давайте не будем ссориться. Он пойдет со мной. Спокойной ночи, Пит. Спокойной ночи, Розалинда. Мама! Папа! Что случилось? Ничего страшного, Розалинда. Просто эти джентльмены не понимают, откуда мы берем деньги. Поэтому я пойду в город, чтобы им это объяснить. А ты останешься здесь с мамой. Я могу чем-нибудь помочь, мистер Эммендола? Да. Извините нас. На пару минут. Послушай, Пит, я не знаю, сколько буду отсутствовать. Ты можешь присмотреть за моими дамами? Конечно. А что у вас за проблемы? Это серьезно? Ничего серьезного. Если буду хорошо вести, выпустят досрочно. Итак, джентльмены, с кем же мне ехать? Со мной. Минучку. Минучку. Со мной. Со мной. По-моему, пахнет паленым. Верно. Но папа, мистер Эммендола в беде. Возможно, твои деньги помогут ему. Ты должен их ему дать. Он прав, Фрэнк. В конце концов, мистер Эммендола выручил Фрэнка. Выручил. Дон помог ему выставить себя идиотом. Он одолжил ему денег на этот сомнительный бизнес. Я не стану ему помогать. Я не дам ему ни цента. Пусть он умрет с голода или помрет в тюрьме. Но папа, это очень важно. Фрэнк, нельзя же быть таким черствым. Скажи это другому. Я пошел наверх. Я не хочу вас слушать. Помогите. Помогите. Помогите, я задыхаюсь. Помогите. Папа, быстро спускаемся. Нет, я должен забрать деньги. Какие деньги? Они в отверстие, за стеной в спальне. Фрэнк, Фрэнк. Ну ладно, ладно. Фрэнк. Там остались деньги. Ну и что, Фрэнк? Быстрее выносите вещи. Скорее, скорее. Как вы там, в порядке? Не забудь ковер из медведя. В нем же встроено радио. Он нам еще пригодится. Не забыла, папа. Пожарные машины стремились на Мэйпл-стрит. Похоже, там сильный пожар. Вkówе. Кара-кара. Кара-кара. КА Zahlen. Тохай. Карт-кары. Кто-ато на юмко-рую. Похоже. К у них место. Сколько тысяч долларов, и все сгорели. По-моему, ты это заслужил, Фрэнк, деньги. Дом не застрахован, папа? Что? Эти мошенники, страховые агенты никогда не получат моих денег. Боже, надо было застраховать дом! Пит, у тебя такой умный отец. Он доверяет только отверстию за стенкой в спальне. Пит, я так рада, что ты цел. Горят тысячи бумажных купюр, на которые можно было столько всего купить. Он прятал их в отверстие за стенкой. Каждый четверг я клал туда по 1500 долларов. Теперь все они сгорели. Розалейте нужные туфли, да? Возьмите себя в руки, мистер Дингл. Я восстановлю дом, и он будет еще лучше прежнего. Правда? Я не знаю, что сказать. Не знаю. Ничего не надо говорить, миссис Дингл. Я рад помочь хорошим соседям. Я рассматриваю это дело, как обычное укрывание от налогов. А это все упрощает. Так кто будет платить по счетам? Тот парень или Эммендола? Ну, по всей видимости... Эммендола? Я не знаю. Это был их общий доход. Может, должны платить оба? Но деньги принадлежали одному из них. Конечно, Эммендола невинный счастливчик, на которого свалились деньги Дингла, как манна небесная. В таком случае Эммендола должен заплатить не только налог за использование денег, но и налог за подарок, так сказать. Насколько я понимаю, местная полиция этим делом не займется. Под мою юрисдикцию это тоже не подходит. Я тоже готов забыть об этом деле до 15 марта. Что ты нашел? Ничего, только мертвую белку. Она не мертва. Просто надышалась гарью, ей надо побыть немного на свежем воздухе. Интересно, что она делала в этом доме? Это самое подходящее место для маленькой белки. Спасибо, что подбросили. Не за что. Руперт. 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 Привет, мой маленький Руперт. Ты совсем не изменился. Правда, тебе пахнет дымом. Ну, рассказывай, как ты вписался в компанию других белок? Они с тобой ладили? У меня, кстати, хорошие для тебя новости. Я получил работу в цирке. Мы начинаем со следующей недели. Ты и я. В программе Бельчонок Руперт. 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 Девушки отдыхают Скажи свою речь, папа Мистер Дингл, как у животного есть своя нора, как у птицы есть своё гнездо, как у червяка есть своё яблоко, у вас теперь будет свой новый дом Мистер Мендола, вы самый добрый, хороший, щедрый Я бы так не сказал, мистер Дингл, хорошо, что сказали, это вы Я в шоке, я не могу найти подходящих слов Слова, слова, зачем слова, когда я вижу, что вам это очень приятно? Скорее, заходите в ваш новый дом Спасибо, мистер Мендола Спасибо Благодарю вас Наш с тобой дом, Фрэнк Здесь красивее, чем было Я рад, что вам понравилось, моя жена настояла на жалюзи, а я на шторах, жаль, что я не сам их шил, было бы гораздо красивее Пит, Маллиган, ах ты мошенник Нет, нет, подожди минутку, подожди Куда ты пропал? Мы теперь богатые люди, нефть потекла рекой Что, скважина заработала? Да Рози, быстро иди сюда Фил Спасибо, Фил Мистер Дэвидс Пит, это насчет твоей музыки Филу удалось Какой музыки? Тихо, послушайте радио Мелодия двух одиноких инструментов, написанная Питером Дилглум Это тебе удалось, Розалинда Вот что я называю риском, отец Кстати, о риске, Пит, когда ты сделаешь мне предложение? Прямо сейчас Они поженятся Розалинда Пит Эминдола, друг мой Привет, приятель Конец фильма Конец фильма